Азартные игры это плохо, но если вы все-таки решились, то лучше играть на проверенных сайтах, а не на лохотронах. Специально для всех любителей азартных игр, эксперты составили независимый рейтинг лучших онлайн казино. Как и любое заведение, онлайн казино имеет свой рейтинг популярности, посещаемости и уровень надежности. Все эти и еще некоторые качества формирует топ казино онлайн, в который ходят далеко не все, а только лучшие из лучших. Этот топ составлен на основе обзоров интернет казино специалистами, которые знают толк в азартных играх. Кроме того, в рейтинге представлены лучшие бонусы, доступные сразу после регистрации. Ссылка на этот топ в описании. К дисклеймеру, таких видео еще никто не делал, так что возможно блогеры и их фанаты поймут его неправильно. Решат, что я хочу оскорбить или не дай бог желаю смерти блогеру. Кто-то может решить и вовсе, что я угрожаю. Нет, напротив, это мои субъективные мысли о людях, которых я периодически смотрю и безусловно желаю им прожить до 100 лет. Можно и больше. Я не ванга и знать, кто, когда умрет или погибнет я никак не могу. Это просто мысли и предположения, все исходя из роликов самих блогеров. Ок, я надеюсь все все поняли и в первую очередь блогеры. Не обижайтесь, ок, вы не умрете. Договорились? Прошлый ролик на эту тему набрал достаточно много просмотров. Как оказывается, много блогеров есть в потенциальной зоне риска. Даже вот Эльдар Джарахов изъявил желание попасть в этот список. Но, чувак, я знаю о твоей проблеме, но как-то не прикольно было тебя записывать сюда. Я верю, что ты доживешь до старости. До старости Ильича. А сегодня будут другие пять блогеров, которые не доживут до старости. Филипп Марвин. Это друг Паши Бумчика. Он, кстати, был в прошлом видео. И, блин, этим все сказано. Как мы все понимаем, у друзей, как правило, схожие интересы. Филипп тоже любит лазить по разбитым домам, мостам, крышам, подвалам, заброшенным больницам и всему прочему. Ну, а как мы знаем, все любители руфинга... Блин, это гейская штука, ведь так называется? Так вот, им, как воздух, нужно повиснуть на краю, сесть на отвес крыши, вниз головой свистнуть с высокой антенны. Плюс Филипп видеоблогер. Ему нужно постоянно удивлять своих зрителей. И в погоне за эффектным кадром однажды Филипп может совершить роковую ошибку. Фирамир это чел, который несколько лет строил квадратные дома в компьютерной игре для даунов. И в какой-то момент решил перейти на дома реальные. Но начал почему-то с поджога собственной двери. Дальше больше. В него стреляли, и он часами умирал на стримах. Потом ругался со своим другом, уехал в другую страну. Потом женился, развелся. Его жена забеременела, и я думаю, я пропустил еще некоторое количество сценарных поворотов сериала с названием «Жизнь Фирамира». Конечно, это сериал, но сериал про реальную жизнь. И, возможно, в один прекрасный момент Фирамир решит снять экшн-сцену драки со Злогором, допустим, на ножах. Или еще что-то не суть. И может произойти несчастный случай. Ведь, как вы можете увидеть из его роликов, Фирамир не самый уравновешенный человек. Мамикс. Вы скажете, да при чем он-то тут? Ведь он снимает, как он обматывается из-за ленты, или смешивает Кока-Колу со всяким говном. Как он может погибнуть-то? А я скажу, Мамикс очень предприимчивый парень и делает масштабные эксперименты. Да и судя по тому, что чувак додумался купить целый грузовик Кока-Колы, вдумайтесь, и вылить это все в гигантскую мать его бочку, засыпать тонной соды, потом он, наверное, туда еще и нырял вниз головой, то чувак явно авантюрист. Поэтому Мамикс рано или поздно решит совершить новый масштабный эксперимент, поджечь 100 миллионов петард и подорвет сам себя. Ну или решит в очередной раз обмотать себя тысячу слоев скотча, а его друг его не размотает. В общем, эксперименты намного опаснее, чем мы все думаем. Славный Дружи – это самый странный, как мне кажется, пример, но не спешите ставить дизлайк, все намного глубже, чем кажется с первого взгляда. Да, Славный Дружи – самый добрый и честный блогер. По-любому, он боится обидеть своих зрителей, беспокоится о них в каждом ролике. Он стыдится в кадре пьяного Хованского и практически не матерится. От чего же он может погибнуть, скажете вы? Да, от огромного количества разной еды. Ежегодно в России 40 миллионов человек, а это на секундочку почти треть населения, страдает от некачественной еды и продуктов. А Дружи практически каждый день пробует еду с десятков ресторанов и доставок. Отравиться можно на раз-два. Плюс его адрес знает многие доставки, и далеко не о всех он высказывался положительно. Опасная ситуация, согласитесь. Может, кто-нибудь решит прислать ему пиццу, так скажем, с сюрпризом. Володя ржавый чувак, который лет пять снимал трехсекундные ролики и никому не был нужен. Но стоило ему растолстеть, так сразу популярность забила ключом. Быть может, вы не знаете, но такого телосложения, так скажем, полного Володя стал совсем недавно. Буквально год назад. Если хотите, проверьте. Володя был намного худее. Можно предположить, что у него предрасположенность к полноте. От избыточной массы тела и ожирения ежегодно в мире умирает 3 миллиона человек. Плюс, ожирение вызывает огромное количество проблем со здоровьем. Самое обидное, что, скорее всего, популярность Володи ржавого напрямую связана как раз с лишним весом. И если он решит похудеть, то, наверное, подписчиков ему это не прибавит. Такой вот парадокс. Можно сказать, подписчики сами убивают любимого блогера. Еще раз повторю, чуваки, я желаю всем, в том числе и блогерам, дожить до 100 лет. Этот ролик лишь мои мысли и попытка создать причинно-следственную связь. Никому не желаю смерти ни в коем случае, разве что хейтерам.